Жили и радовались люди в одном из домов в центре Иркутска, пока рядом не началась стройка. Работы вызвали бурю возмущения. Почему в курсе Ольга Кузакова? Выйди сюда! Выйди сюда! Открыть дверь! Бояться выходить к людям, оно и понятно. Жильцы дома номер 40 по улице Горького в Иркутске только разве на забастовку не выходили, а так и спробовали все методы. Рядом с их домом в самом центре Иркутска планируют построить гостиницу. И пока идут только земляные работы, но уже стали происходить удивительные вещи. Территория под наш дом определена по отмазке здания, по краям здания. Что при домовой территории нет, больше ее не существует. Зато есть шум работающей машины, тяжелая техника под окном. Все это люди уже переживали, когда рядом строили офисное здание. Но оно стоит на приличном расстоянии, а гостиница будет в 6 метрах от дома. Теперь под старый след я вот этот крематорий построили. Тут невозможно жить. Была такая трескотня стояла. Сейчас вот опять тут что-то начинает. Тут уже негде ходить, даже негде дышать. Опасаются жильцы остаться без солнечного света, ведь высотка может заслонить их окна. Первоначально здание планировали сделать семиэтажным, но сейчас проект отправлен на доработку. Если все документы будут согласованы, то гостиница будет еще выше. Но несмотря на протесты и недовольство людей, работа продолжается. Все на законных основаниях. Это подтвердили в региональном стройнадзоре, прокуратуре и администрации Иркутска. В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации было получено разрешение на строительство. Проектная документация разработана со всеми требованиями к градостроительным планам земельного участка, а также с заданием на проектирование. Также данная документация прошла и техническую экспертизу, а также экологическую экспертизу. Разнообразные экспертизы будут продолжаться во время возведений и после сдачи здания в эксплуатации. Ведь еще не начавшаяся стройка уже привлекла к себе всеобщее внимание. Ольга Кузакова, Михаил Глызин. Новости по будням.